Ну тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи». Всем добрый день! 23 мая, 14.00. Передача «Формула семьи» в прямом эфире из Москвы сегодня в студии Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачёва. Добрый день всем. Я так рада сегодня быть в эфире. Я соскучилась по эфирам с Татьяной, потому что у нас несколько раз в мае мы первый раз встретились, а уже конец. Сначала отмена, потом запись, потом у вас был радиомост Петербургом, и, наконец-то, сегодня мы с вами из Москвы. Да, придётся ещё встречаться в июне. Обязательно. Те, кто смотрит видеотрансляцию, могут наблюдать очень красивое такое терракотовое, коралловое, даже не знаю, какой цвет платья у Татьян. Вам очень идёт? Почему? Ну, поехали. Сегодня у нас эфир о женщинах, о мужчинах, о семье. Как обычно мы говорим про семьи. Эфир сложный. Мама-папа. Вызов для матерей-одиночек. Причём, мама-папа, услышьте это, как, знаете, одним словом такой, или как Юрий Пожидаев любил говорить, мапа. То есть мы сегодня будем говорить о матерях-одиночках, которые возлагают на себя ответственность как за воспитание с женской точки зрения, так и за воспитание со стороны отца, которого нет. Что происходит в семьях, почему это происходит, мы сегодня будем об этом говорить. Да, но мне хотелось бы сразу как-то сориентировать, может быть, на вопрос. Вообще, тема очень сложная, она очень многогранная. Есть очень много о чём говорить в этой теме. Мы, наверное, только начнём разговор на такую сложную тему. Но это явление, оно стало, ну, обычным в нашей жизни. Я посмотрела статистику, которая по переписи населения делалась, и вот такая тенденция, что если в 89-м году одинокие матери составляли приблизительно 7-8% от всех семей, да, такие неполные семьи, которые называются, что в 2002-м году это были 10-12%, а в 2010-м году уже 15-18%. Ну, а причины там не указываются, то есть это там потери, например, кормильца из-за смерти, или это именно развод, разногласие, то есть не знаете причины? Ну, вот эта как бы статистика общая, да, она включает много категорий граждан. Ну, самая такая издревле присутствующая ситуация, когда, например, муж погибает или умирает, были воины, как вы знаете, да, и большинство вот статистически из истории неполных семей, они были такие, когда что-то случилось с мужчиной, он пропал без вести или погиб, да, и женщина оставалась одна. Но настораживающая тенденция последнего времени, то что большинство этих семей либо женщина рожает просто вне брака. А вот я хотела спросить, это тоже внутри статистики, да? Либо происходит развод, то есть папа есть, он живой, да, может быть, у него другая семья, но он не живёт в этой семье. И вот основное увеличение идёт как раз вот за счёт этого показателя. И вот последние данные, которые я вот смотрела, в 2017 год уже Рео Новости собирала какую-то статистику, ну, приблизительно говорят, что всё-таки, ну, где-то приближается к третьей, к третьей семей, всех, которые есть, уже семьи неполные. Да, чаще всего это женщины, вот, бывают ситуации, когда женщина уходит из семьи или умирает, опять же, да, и остаётся мужчин воспитывать детей, но таких семей намного меньше. В одной статье было написано, что они не превышают статистическую значимость, ну, то есть статистика не считает это явление как, в общем, такое значимое. Ну, вместе с тем они есть, и определённое количество мужей остаётся с детишками, и тогда они восполняют и женскую роль тоже в одном лице. То есть вот такая ситуация, и на самом деле понятно, что там, где двое могли бы справиться легко, да, вот, одному человеку просто сложно из-за того, что много всяких разных направлений. Ну, мне вот хотелось бы, может быть, поговорить о таком явлении, так как большинство, вот, прирост вот этих цифр и процентов, он за счёт того, что семьи, ну, либо не образуются, либо распадаются, то, ну, хочется задать вопрос, как вы считаете, дорогие радиослушатели, вообще, чья ответственность это воспитание детей? Это вот, ну, это женская часть, или это мужчина с женщиной вместе разделяет, или, может быть, это вообще ответственность государства? Потому что поэтому мне не существует, ну, целый спектр мнений. Звоните нам 8 800 333 17 06, это номер прямого эфира, вы можете задать свой вопрос, плюс 7 977 850 09 96, это номер Viber WhatsApp. Кто не запомнил на слух, заходите на наш сайт teos.fm, там номера все указаны, и также там есть форма для отправки нам сообщений. Татьяна, есть такое замечательное произведение, я не знаю, знакомого нет, мне кажется, знакомый, автор Андре Муруа, произведение «Письма о незнакомке». Это такой сборник маленьких эссе, которые Андре Муруа постепенно там публиковал в различных изданиях, и впоследствии, по-моему, если я не ошибаюсь, она переросла в книгу. Там как раз все об отношениях мужчины и женщины. Называется так, потому что в этих эссе Андре Муруа постоянно обращается вот к незнакомке какой-то и раскрывает какую-то тему. Так вот, я просто недавно читала и вспомнила. Это произведение первый раз было опубликовано в 1956 году, и уже тогда он писал о том, что женщины, они не хотят строить семью, они, мужчины очень сдают свои позиции в плане того, что там они не хотят, допустим, воспитывать детей и так далее. И запросы такие, что, а можно ли как-то вот, ну, это 1956 год, понятно, что тогда они еще не знали, как это, искусственно меня оплодотворить, чтобы вообще я с мужчиной не имела контактов, я сама для себя рожу, я сама воспитаю ребенка, и все будет у меня замечательно. То есть, я просто к чему эту историю рассказала. Вообще, как вы думаете, когда началась такая тенденция, что мужчины и женщины, они перестали хотеть вот строить семьи, рожать детей и быть вместе? Мы вот знаем статистику с 1989 года, но как бы потери кормильца, это понятно. А именно такое вот желание, я не хочу с тобой быть, я рожу ребенка для себя, или там, извините за грубость, дорогие слушатели, я тебе заделал ребенка, да, вот ты иди его и воспитывай, я не хочу иметь ничего обществу. Это когда такое произошло, как вы думаете? Или это было всегда? Да, ну вот есть два взгляда на этот вопрос. Один говорит, что вот такая мировая тенденция к более свободным нравам, да, к женской эмансипации началась приблизительно с начала 20 века. То есть вот это вот потихонечку началось разворачиваться. Когда женщины приравнялись в правах к мужчинам, да, и они смогли зарабатывать себе на жизнь просто. Просто если ты не можешь зарабатывать себе на жизнь, ты являешься либо за папой, либо за мужем, вот как бы вопрос об эмансипации, о каких-то правах вообще просто не стоит. Ты просто без мужчин не сможешь никого воспитать, вам будет нечего есть. Совершенно верно. А когда эта ситуация меняется, меняется прежде всего где-то в Европе, потом в Америке особенным образом расцветает, то вот это вот все начинает происходить. Конечно, неравномерно. В каких-то странах больше, в каких-то странах меньше. До сих пор есть, скажем, Азия, в которой эта ситуация еще не случилась, да, то есть там вполне традиционные семьи, и все продолжает быть по-прежнему. Вот, но тем не менее, сейчас вот по миру, если мы смотрим так, то приблизительно, ну вот до 30% семей, то есть треть, да, вот, ну мы стремимся к этому. Это семьи, у которых есть только один родитель, скажем так, один родитель, который воспитывает, вкладывается. Ну, что, как бы, в чем проблема? Наверное, больше всего проблема даже, во-первых, как такое получается, да, потому что могут быть разные ситуации совсем. Первая ситуация – это просто нежелательная беременность. Это самая распространенная, да. Никто не ожидал, да, молодежь даже не знала, что так происходит именно, что ребенок рождается, да, они думали, что это какие-то специальные манипуляции, оказалось, вот, что все просто. Подростковые беременности тоже сюда попадают, когда подростки тусуются, просто проводят весело время и как-то не думают о том, какие будут последствия. Вот, это одна ситуация. Мужчины, которые не планировали строить семью, да, девушки, которые тоже не думали о том, что будет ребенок, но ребенок вдруг, беременность произошла, и тогда принимают решение девушки, что они будут рожать, даже вне зависимости от того, захочет мужчина вступать в брак или не захочет вступать в брак. То есть это вот одна ситуация. Ну, вместе с тем, достаточно большой процент из вот этих вот семей, это девушки, которые, подходя к 30 годам, уже поняли, что они никогда замуж не выйдут, да, и у них есть решение, что либо они проведут жизнь уже в одиночестве, да, потому что шансы их все меньше и меньше становятся. Мужчин, которые могут полноценно быть мужьями и обеспечивать их, мало ходят по улице, вот, поэтому они принимают решение, что, ну, хотя бы, замуж не вышло, но хотя бы я рожу. Вот, и это уже такое осознанное заведение ребенка, там уже по другим параметрам относятся к мужчине, да, главное, чтобы он был здоров, вот, и так далее. И рожают ребенка ради того, чтобы, ну, вот быть не одной. То есть это ребенок как бы для себя. То есть тоже нам нужно принимать внимание, что как бы не все равномерно, вот это вот число общее, оно состоит из разного вида ситуаций. Не только безответственность, но иногда и осознанный выбор девушки. Так что, вот как, как быть с этим? С одной стороны, такая легкомысленность, с другой стороны, наоборот, такая очень осознанность и где-то, ну, желание принять на себя эту ответственность. Ну, насколько я понимаю, сегодня мы будем говорить не именно о ситуациях, да, какие происходят с женщинами, а в целом о том, что делать. Вот если у женщины есть ребенок, а мужа нет, и папа может где-то жить, или может его уже не быть, ну, в общем, общения с папой нет. Я правильно ведь понимаю, да? Так что, друзья, звоните, пишите, задавайте нам вопросы, после заставочки продолжим. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же ее не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Продолжаем эфир. Итак, тема «Мама-папа. Вызов для матерей-одиночек». Мы сегодня в первые 12 минут рассказали о статистике, о том, что процент растет, количество одиноких женщин с ребенком. Причины на том могут быть разные, но тем не менее. Татьяна, первый вопрос к вам, такой самый главный. Может ли мама заменить папу? Ну, она может постараться. А получится, не получится? Трансформируется ли ее личность? Что будет с ребенком? Как сложится мировоззрение? Это все индивидуально или есть какой-то такой в среднем по больнице, скажем так? Ну, безусловно, компенсация какая-то может быть. То есть, если человек понимает, что он играет две роли, и вот одна у него хорошо получается, а вторая, в общем, как получается, так и хорошо. Ну и при этом есть рекомендация делать так, чтобы в жизни ребенка были какие-то значимые мужчины. Это могут быть дедушки, это могут быть дяди, там, любого рода, там, братья, мамы или какие-то знакомые, может быть, соседи, где они живут. То есть, у мужчины должна быть такая ролевая модель или пример для подражания, потому что мама все равно остается мамой. С другой стороны, очень часто слышишь от женщин жалобы, что это очень трудно. Трудно быть, с одной стороны, женственной, а с другой стороны, принимать все решения, нести всю финансовую ответственность, быть все во всем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть, безусловно, все мамы и папы – это обычные люди, которые тоже иногда устают. Вот, и если в семье, где есть папа и мама, два родителя, может быть, хоть какое-то распределение ролей. То есть, без вариантов. Один работает, да, второй ухаживает за младенцем, то здесь вариантов таких нету. То есть, большинство матерей, одиночек сталкиваются очень жестко с этой финансовой проблемой. То есть, они понимают, что зарабатывать теперь могут только они. Вот, и так как это стратегия выживания, то это является одной из самых важных вещей, которые женщина делает. То есть, она начинает строить карьеру, она начинает набирать место работы. Вот, и, безусловно, при этом она перенимает какие-то мужские черты, ну, как такая решительная, да, активная, на продвижение какая-то вот. Ну, такие вещи. Вот, и одно из самых сложных моментов, это всё-таки оставить достаточно времени для общения с ребёнком. Потому что, если ты делаешь карьеру, и если на тебе всё обеспечение, ты хочешь быть уверенным, что у тебя всё хорошо, то, конечно, ты вкладываешься в эту сферу. А как тогда ребёнок, с которым нужно гулять, там, учить уроки, в зависимости от возраста и так далее? Это хорошо, если бабушки есть и дедушки, которые будут помогать, или родственники ближайшие? Было какое-то время, когда бабушки просто вообще заменяли пап. То есть бабушки говорили, всё, я тогда с тобой вместе кооперируюсь с дочкой, да? То есть ты делаешь, что тебе нужно, и я тебя буду подменять во всех качествах. Там, если хочешь, я буду сидеть дома, да, или если хочешь, я буду на работе, а ты будешь дома сидеть, я тебя буду кормить. Но сейчас ситуация на рынке труда такая, что на самом деле достаточно много бабушек должны работать. И в этом плане их становится меньше и меньше, и они меньше и меньше могут быть подушкой безопасности для таких ситуаций. То есть фактически женщина в большинстве случаев, женщина оказывается один на один с этой реальностью. Я сегодня хорошее выражение услышала, что была на вечере выпускников, и там было сказано, что вы вступаете в мир, у которого плохая репутация. Ну вот, вот, женщины, они в этом мире, у которого плохая репутация, они должны всё-таки быть гарантом финансовой какой-то стабильности, да? Ну и вместе с тем быть доброй, ласковой мамой, которая всегда поддержит. Ох, после таких речей мне всегда хочется спрашивать у вас, у людей, кто сильнее мужчины и женщины. Ну да ладно, оставим эту дилемму, потому что, не знаю, как отцы-одиночки справляются. Ну, отдельно сделаем эфир об этом. А что с ребёнком происходит, когда вот он понимает отсутствие отца? То есть, когда он совсем маленький, может быть, он, не знаю, чувствует, не чувствует, но потом начинаются вопросы. А где папа? А где папа? Хочу папу. Начинаются сказки про дальнее плавание, сказки про полёт в космос, сказки про папа в облаках, там... Ну, секреченном, в работе. Да, если там он умер и так далее. Вот в связи с этим у меня, кстати, два вопроса. Стоит ли ребёнку врать? Ну и как смягчить удар, наверное, и рассказать ребёнку, что папа не будет никогда? Да. Отчим, да, но папа, ну, в смысле, увы. Ну, я, наверное, универсального такого совета не могу здесь дать, да, как лучше выкрутиться из этой ситуации. Зависит, опять же, от обстоятельств, да. Мне кажется, я встречаю сейчас достаточно много мам, которые просто говорят правду, что папа нас оставил, папа уехал, да, у папы другая семья, он как бы с нами жить не будет. Вот папа так решил. А это не вгонит ребёнка в депрессию или какие-то мысли у него не появятся, что я не нужен своему отцу, потому что я плохой, потому что я его недостоин, я вообще и так далее, и так далее? Нет? Ну, конечно, появится, безусловно. А как вы думаете? Так, может, лучше врать про плавание, про то, что папа любит и вернётся? Можно врать, только долго придётся ждать из плавания. Ну, я думаю, что любая фальшь какая-то, она вот имеет очень нехорошее свойство просто когда-то вскрываться. Если бы не это свойство, то можно было бы, наверное, врать. И потом, когда дети узнают, то же самое с усыновлением, да, что родители неродные узнают позже. Обычно это разум где-то просыпается лет к 16, там, к 14, когда человек начинает, ну, вот, гораздо более по-взрослому рассуждать о вещах, и он вдруг узнаёт какие-то вещи, собирает информацию у родственников, там, от недоговорок каких-то, вот. И тогда это эффект разорвавшейся бомбы, когда ребёнок чувствует, ну, если меня в этом соврали, в таком важном вопросе, то, наверное, во всех других тут просто ложь на ложе лежит и ложью погоняют. То есть доверие подрывается вот так вот, просто капитально. Поэтому, безусловно, такая правда, она очень болезненна. Но вместе с тем любая такого рода вещь, она приводит к тому, что ребёнок, ну, как-то переживает, справляется, мама каким-то образом тоже работает в этом направлении, объясняет что-то, что так бывает, что люди не всегда могут договориться, да. Когда ребёнок приучивается к мысли, что вот не надо ждать, а иначе вырастает вот эта иллюзия, которая, когда разбивается, она становится, ну, очень болезненной. Но здесь, конечно, каждый родитель принимает за себя решение, да, в каком возрасте нужно открыть тайну происхождения и как это сделать. Важно, я понимаю, что, наверное, для мальчиков, хотя сложно сказать, для мальчиков и девочек, для кого из них важнее присутствие папы, но, тем не менее, есть у девочек шанс вырасти мужененавистниками, мужененавистниками, да, как-то так. Если мама будет особенно говорить про то, что вообще все мужики козлы, он меня бросил, второй меня бросил, пятый меня бросил, мы никому не нужны, и вообще у меня вся жизнь из-за тебя сломана и так далее. Вот об этой ситуации можете тоже рассказать? Ну, мне кажется, так уж прям вот плохо, наверное, нет. Мама всё-таки понимает, что то, что они говорят, это как-то влияет на детей. Но, безусловно, вот уважение к другому полу вообще сложный вопрос, как этого воспитывать. То есть вот мальчики, воспитанные мамой, они отличаются от мальчиков, воспитанными отцами, и девочки тоже, у которых не было пап, у них отношения с мужчинами как-то по-другому складываются. Это отсутствие примеров в жизни, примеров того и другого пола, оно сказывается потом и в отношениях, и в построении своей будущей семьи. Мне кажется, знаете, вот в этом случае отношения, они не такие прямолинейные, они жены, они мальчика-ненавистники. Сегодня, кстати, в метро девушка ехала с футболка, на которой сзади написано «Boys lie», что мальчики врут. Ну, это из этой же серии. Ну, в общем, некоторые действительно врут, как бы, да, только если это обобщать на всех. С одной стороны, есть такое неприятие, потому что было предательство, скажем, мамы, а с другой стороны, есть такой дефицит вот общения с мальчиками. Поэтому девочки, выросшие, воспитанные мамой, если не было там отчима, если не было вот таких мужских фигур, у них, наоборот, по отношению к мужчинам, такое нездоровое, им хочется общения, они хотят, наоборот, почувствовать это, как это быть с парнем, как это вот, как это, потому что для них здесь часть просто любопытства, они не знают, как это работает. Когда мы что-то не знаем, то мы дорисовываем, и часто это романтизация идёт, что, наверное, вот мужчины они такие прекрасные, да. А потом разбитые сердца, слёзы, сопли. Ну и когда вот, когда есть такое слишком желание общения, да, то оно, как правило, приводит, ну, к такому не очень равновесному здоровому отношению второго человека. Потом, конечно, вот прежде всего ситуация неполной семьи, она бьёт по детям, потому что женщины сильные, да и мужчины некоторые у нас, ого-го, вот они выдюживают. Вот я лично знала одну семью, по-моему, говорила про неё, где папа воспитал пятерых детей. Мама умерла чуть ли не при рождении последнего ребёнка, да, ну и он всех вырастил, всех женил и замуж выдал. Вот и папа просто молодец, учитывая то, что он ещё на селе жил и работал, и плюс ещё там содержал своё хозяйство. То есть я должна сказать, что такие же героические мужчины тоже есть. Но просто воспитание, когда есть только одностороннее вот такое вот, либо мужское, либо женское, для детей, они такие немножко, ну, я такое слово сейчас использую, ну, недоразвитые, да, вот в каких-то отношениях. Они не умеют правильно строить отношения с противоположным полом. Ну, или если это мальчик и девочка, если у мамы сын, например, да, то эта ситуация получше. И если у папы он воспитывает дочку, то тоже ситуация немножко получше. То есть они, взращиваясь, они уже получают этот опыт общения, получают опыт, как может быть это в семье. Ну, тут тоже встаёт тогда вопрос радикальный, значит, какой бы ни был папа, пусть будет, или как? Или всё-таки мы можем пожертвовать вот этим развитием в области отношений с противоположным полом, но при этом сделать свою жизнь спокойнее. Ну, например, папа тиран, папа пьяница, папа просто не любит. Или действительно, ну, мама с папой не могут вместе жить, они ненавидят друг друга. Зачем же ребёнку расти в этой атмосфере? Может, действительно стоит как бы расстаться и пожертвовать этим, но зато жизнь будет спокойнее. Как вы считаете? Или потерпеть? Каждый приходится делать этот выбор самостоятельно, да. Да, мне кажется, вопрос в мире. То есть, вот, ну, что-то можно терпеть, а что-то уже, ну, терпеть невозможно. Вот, для меня всё время критерием является безопасность. Если угрожает безопасности здоровью человека, да, то, наверное, нужно подумать о том, чтобы рассоединиться уж по крайней мере. Если папа бьёт и бегает с топором, если папа угрожает жизни, там, или, дай бог, пристаёт там к девочке. Последствия будут гораздо хуже, чем недоразвитые отношения, да, вот между половиной. Да, но если претензия к мужчине такая, что он там недостаточно моет посуду, или он вообще не зарабатывает столько, сколько мне надо, а мне нужно, чтобы он был там, я не знаю, олигархом. Или, я не знаю, он недостаточно занимается с детьми, а вечером всё время засыпает в 10 часов. Ну, часто вот такие бывают претензии. То в этом случае, наверное, моя рекомендация будет потерпеть. Потому что, ну, мужчина тоже человек, да, он может и не уметь мить посуду, он может и уставать на работе и засыпать в 10 часов. То есть, это все ситуации, в принципе, решаемые, которые при хорошем диалоге между мужем и женой можно преодолеть. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Явки, пароли все прозвучали. Друзья, звоните нам, пишите, делитесь вашими историями. И вот как раз есть одно сообщение от слушательницы Олии. Я в детстве пережила развод родителей. Мне было 10 лет, а брату 4 года, когда родители развелись. Страдания были тяжелейшими, плюс ответственность за младшего брата практически полностью, так как мама зарабатывала деньги. «Несмотря на внутреннюю трагедию от отсутствия в моей жизни отца, я сама решила рожать без замужества. На это были причины недоверия вообще людям и мужчинам в частности. Но сегодня я замужем, и понимаю, что так как дочь с 5 лет росла в полной семье, и плюс есть понимание брачных и семейных отношений в свете Библии, то это дало ей твердое отношение к тому, как строить семью. Сначала брак, потом дети и навсегда». Вот такое сообщение. Спасибо большое, Оля. Есть, да, сравнить с чем, да. Наверное, самое, вот с моей точки зрения, плохая черта воспитания в неполной семье, если это не безвыходная ситуация, когда там война, всех убили, как бы тут никуда уже не денешься, нет вариантов, да, и мужчин вокруг. Это то, что дети, воспитанные в такой семье, они воспринимают это как норму. То есть вот... Мама справилась? Ну, я справлюсь. Девочки, которые растут с мамами, да, иногда даже есть такое представление, что надо сходить замуж. Ну, я вот замуж сходила, ребёнка завела, и я возвращаюсь к маме, потому что это как бы нормально. Мы должны жить женским коллективом таким каком-то вот. Всем всё понятно, да, все ведут задушевные разговоры, наливают чаи, никто не разбрасывает грязную одежду, да, там, и не ставит велосипеды посреди комнаты, потому что это мужское совершенно нарушает всякий вот уклад. Я сама воспитываю трёх девочек, и тут приходила ко мне одна знакомая, она когда вошла, она говорит, как у вас здесь всё сделано по-девчачьей? Ну, я вот как бы со стороны не отдаю себе отчёт, что действительно всё больше так красивенько, да, вот аккуратненько. Ну, вот такие черты дома, в котором много женщин. Если мы придём в дом, в котором много мужчин, там немножко по-другому, там к быту просто гораздо проще отношения, да, не обязательно должна быть стерильность какая-то, главное, чтобы функциональность не нарушалась, вот, и всё будет хорошо. Ну, нужно, с другой стороны, у мужчин есть такие качества, которые женщина, ну, очень сложно воспроизводит, да, какую-то способность видеть, более стратегические какие-то вещи решать, а более, большая рациональность. Вот, и если наступают какие-то сложные моменты жизни, женщина выкашивает эмоционально, мужчина говорит, так, всё спокойно, мы будем делать так, так и так, и как бы ситуация решается. Ну, как бы сложно женщине, хотя бывают сейчас такие очень уже, ну, как бы женщины с мужскими какими-то характеристиками, но вместе с тем вот эта многогранность, которая присутствует в полной семье, как бы её очень-очень сложно воспроизвести, даже с хорошими дедушками и бабушками, потому что ребёнок смотрит на отношения, как родители ссорятся, да, как родители мирятся, как родители делают какие-то покупки, как они решают спорные вопросы. То есть это же всё школа, которую вы, дорогие слушатели, даже, может быть, не думайте, что ребёнок, он просто вот с жадностью внимает каждому вашему шагу. Он строит своё представление, как это можно делать, да. Происходит же идентификация, скажем так, я девочка, вот моя мама, а вот, например, мой брат и вот папа. И ты понимаешь, что вот это как бы мужчины, а вот я ориентируюсь на маму, как мама себя ведёт, так и я буду. Почему маленькие девчонки, да, любят на себя колечки все мамины нацепить, шарфики, платья, а в туфли-то влезают на каблуках сколько? Просто мне кажется, каждая девочка в своей жизни открывала коробку с мамиными туфлями, влазила туда и ходила, цокала такая красивая трёхлетняя по дому. Я ведь права, так же происходит? Да, но мальчики иногда тоже этим увлекаются, потому что туфли — это всё-таки что-то такое, да. Я знаю мальчиков, которые одевали огромное количество украшений на себя, любовались, и мамы были в панике. А-а-а, что с ним происходит? А папы были в этих семьях? Да, папы были в этих семьях. Но это просто, знаете, вот момент 2-3 года, когда они просто всё как игрушки воспринимают, безусловно, всё пробуют. Здесь нет никакой неправильности, да, потом они всё-таки гораздо больше перерастают в какие-то свои предпочтения. Но, с другой стороны, есть мальчишки, которые прямо вообще с рождения заинтересованы только колёсами и машинами, а всё остальное как бы вообще пустое. Вот. Ну, то есть по-разному здесь бывает. Но вместе с тем, да, вот семья — это всё-таки вот соединение вместе людей разных. И вот этот опыт соединения, как это может быть, это всегда очень как бы волнительно, это всегда как-то интересно получается в каждой семье. Наверное, он важен для маленького человечка. Поэтому, если есть возможность, чтобы была семья, конечно, нужно выступать за семью. Если происходят какие-то вот ситуации, что семьи не может быть, и здесь уж сложно что-то изменить, то нужно, знаете, как вот на Востоке есть очень хорошая традиция, у армян, там, у узбеков, они собираются расширенными семьями. Когда вот все родственники вместе, тут и братья, и дядя, и все. И получается такая одна большая семья, в которой ребёнок может видеть и мужчин там, да, и если папа воспитывает, и женщин, и у них может происходить вот такой вот какой-то обмен своими социальными ролями и опытом в жизни в семье. Ну, ещё там и в Библии тоже были моменты, да, когда если брат умер, то ты берёшь себе его жену. И опять же, ну, там немножко другая тема в продолжении рода, но тем не менее, то есть люди не оставались одни. Хорошо. А как относиться к тенденции, которая сейчас есть, вот согласно статистике? Да, честно говоря, без статистики, не вооружённым взглядом. Да, очевидно, что мамы-одиночки, они уже не боятся остаться одиночками и, может быть, даже хотят этого, потому что ты как бы рожаешь ребёнка, у тебя есть с ним определённая связь. Часто в этой связи мужчина чувствует себя лишним не просто так, потому что и женщина как бы его отсекает. И, в принципе, слушай, ну всё, ты мне не нужен, ты только вот мешок с деньгами. А если ты сейчас уйдёшь, то, дорогой, ты всё равно будешь платить алименты и останешься мешком с деньгами. Вот ничего не меняется. Как к этому относиться? Является ли это подрывом института семьи? Является ли это просто новой реальностью, новой эпохой, в которой мы живём? Что будет дальше? Что будет с... Что с мужчинами будет? Что с женщинами? Можете как-то, не знаю, пофантазировать? Это слишком много, наверное, да, чтобы я дала вам верный прогноз. Ну, отчасти, конечно, жизнь одним родителям легче. Ну, потому что мы вот говорили с вами про конфликты. Чаще всего конфликты – это по поводу денег, что по-разному они тратятся, по поводу воспитания, что люди по-разному воспитывают, по поводу разных всяких вещей, которые, в общем-то, происходят из-за того, что есть два взгляда. Если есть один взгляд, вот всего эта масса конфликтов, их просто нет. То есть иногда женщины говорят, мне было бы гораздо легче самой принимать решения, самой говорить, как нужно воспитывать, самой решать, покупать эти сапоги, дорогущие или не покупать. То есть, как, конечно, когда мы убираем второе мнение, нет человека, нет проблемы, то конфликтность – это уходит. С другой стороны, человек же не просто так присутствует, он привносит что-то доброе. То есть вот те же самые ответственности, которые есть, для мамы она всё равно слишком велика. Но просто она падает на кого-то другого. Это либо бабушка с дедушкой, но чаще всего ответственность падает на ребёнка. То есть если в полной семье мама с папой покрывают большинство своих обязанностей, то ребёнок в семье мамы-одиночки становится более самостоятельным. Он сам ходит домой, он сам что-то готовит, он сам там делает уроки, он сам решает. Это может быть и неплохо. Это, может, и хороший навык. Но есть некоторая ответственность, которая бывает чрезмерная. Я возвращаюсь к письму Оли. Вот когда забота о брате, когда она ещё сама была девчоночкой, хотела побегать и попрыгать с девчонкой. Десять лет – это очень тяжело. Она воспитывала этого малыша. Это хорошо? Да, с точки зрения опыта материнства, наверное, это помогло, да? В том ли возрасте, да, это было? Да, сожалеет она, наверное, в тех годах, когда она не смогла детство пережить своё в полном объёме, бегать беззаботно в лесу и так далее. Вот такие моменты есть. И плюс, и минус здесь есть. В какой-то мере отношения между мамами и детьми в таких одиноких семьях, они очень плотные. То есть не на кого больше отвлекаться. То есть вот есть ты и я. Ой, это же та самая история, когда мама звонит, которая уже стала свекровью, звонит своей невестке с претензиями, что ты увела у меня сыночка. Ты увела у меня сыночка. Да. Это страх и ужас. Потому что так или иначе, за исключением каких-то традиционных семей Востока, когда женщина выходит замуж, она всё ещё продолжает общаться со своими родными, а вот как раз на Востоке обычно пресекаются. И там в некоторых народностях, например, муж с тёщей вообще не видятся. Ну да ладно. То есть... В избежание. Да, в избежание, понимаете, летающих тарелок и так далее. Я имела в виду битья посуды. Вот. И женщина с мамой, она всё-таки продолжает общаться гораздо больше, чем мужчина с мамой, который уже женился, и у него новая семья. Вот тогда следующий вопрос. Если нас слушают сейчас женщины, у которых нет своей половинки, нет мужа по определённым причинам, и у них есть маленький сын, как не вырастить маминкиного сыночка, и как понять с раннего возраста твоего ребёнка, что это отдельное существо, отдельная личность, которая вырастет и уйдёт. Вот отпустишь ты его, хочешь ты того или нет, ты придёшь его отпустить. У вас точная будрость говорит, что дети — это хрустальные сосуды, которые даны нам на непродолжительное время. Да. Вот. То есть... Ну просто о себе об этом нужно напоминать, это реальность. Нам, может быть, как мамам, очень хотелось бы, чтобы они всё время были при нас, всё время связанное этими поповинами, как поводками могли бы как-то управлять, но это не так. Они начинают жить самостоятельно, принимают какие-то решения, подчас непонятные, и даже иногда уезжают, Эльвира. Вот. И вот тогда начинается грусть полная, потому что женщине приходится научиться жить без любимого чада. И в случае, если нет больше никого, почему я говорю, это диада хорошая, мама и ребёнок, но она временная, она так или иначе распадётся тем, что ребёнок выйдет в жизнь и найдёт себе кого-то другого. Тогда остаётся пустота, и это очень сложно. А если невестка приходит вот в это отношение, то она тоже чувствует себя, ну, достаточно чужой, потому что плотность общения, она такая сильная, что она никак туда вклиниться не может, даже если была очень сильная любовь при вступлении в брак. Так, у нас есть звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Так, сбросили нам звонок. Ну, уважаемый слушатель или слушательница, перезвоните. И у нас ещё есть сообщение. Нам пишет Никита. Есть старая поговорка времён рыцарства. Женщина в доспехах – это четверть война. Вот так на четверть мужчину она и может воспитать, не более. У нас разная схема взаимодействия с миром, и женщина не знает и не понимает, как это делает мужчина. Задача мужчины – передать силу сыну, силу, которая может не только перестраивать этот мир, но и уничтожать, в том числе носителя силы. Вот как загнул. Так, ответственность – это часть силы, и её надо уметь принимать. Женщины не способны ни на то, ни на другое. А то, как женщины учат сыновей с девушками знакомиться, это вообще хохма. Ни один женский подход, применяемый в отношениях с мужчинами, не работает в обратную сторону. Ребёнок без отца – социальный инвалид. Ну, я немножко помягче, наверное, сказала, что он недоразвитый в этом отношении. Но я отчасти здесь соглашусь, тем не менее, Никита, посмотрите вокруг, сколько людей несут эту ответственность. Они могут делать это, знаете, как женщины всё время. Женский вариант, он такой кривенький получается. Но это единственный рабочий вариант получается. Женщина же не виновата в том, что она нет. Дорогие рыцари, помните о том, что вы рыцари, и что это, в общем-то, отчасти невосполнимые вещи. И проблема инфантилизма сейчас среди мужчин, и проблема нежелания брать ответственность – это отчасти отсутствие мужского воспитания. Они не знают, как это делать. Они бы готовы взять, но они не знают, что и как это сделать. И поэтому при мысли о том, что нужно построить семью, у всех в головах волосы поднимаются на голове, они говорят, ой, я не смогу. А почему ты не сможешь-то? О, это столько всего нужно делать. Ну, ты как-то живёшь, до сегодня прожил, да? Ну, наверное, дальше ты как-то тоже сможешь. Да? И чем больше этих семей, чем больше процент детей, воспитанные вот в такой парадигме, тем больше мы будем видеть вот эту несостоятельность образовать семью или её удержать. К сожалению, я бы хотела, чтобы было по-другому. Ну, бывают некоторые люди, которые выросли в неполной семье. Я знаю такого одного человека, которого фактически папа на улицу выбросил. Но он себе поклялся, что для него семья будет первым приоритетом. И он, ну, то есть это очень важная такая установка, которую человек принял. И да, ему, может быть, хочется сейчас какие-то, но он продолжает очень быть хорошим папой, хорошим мужем. Но это требует большой усилий и воли, не все на это способны. Но в большей части происходит повторение того, что было в своих семьях. И тогда мы видим, что ситуация такая усугубляется. Знаете, ещё что интересно? Очень часто в том, что мужчина ушёл из семьи, в том, что он бросил своего ребёнка, обвиняют ребёнка и, собственно, женщину саму. То есть, а мужчина, ну, он сделал поступок, он ушёл, всё. Как бы нет ответственности. Я вот этого никогда не понимала. Или, знаете, такого клейма, как безотц... Я даже не выговариваю, безотцовщина. То есть, а кто виноват-то в этом? Что, ребёнок виноват, что ли? Это он в полугодовалом возрасте или, не знаю, в несколько месяцев должен был сказать, папа, не уходи, папа, так нельзя делать. Серьёзно, что ли? Почему общество так относится к матерям-одиночкам? Почему обвиняют их? Что в подоле принесла или ещё что-то? Между прочим, в половом акте участвуют двое. В зачатии детей участвуют двое. И то, что женщина на 9 месяцев дольше имеет контакт, скажем так, с ребёнком, не оставляет мужчинам выбор взять и уйти и бросить её беременной и сказать, что это не моё. Нет, дорогой мой, это твоё. Почему у нас такое отношение? Я вот этого никогда не понимала. Ну, отчасти некоторое пренебрежение. Оно, кстати, есть по отношению к мужчинам тоже сейчас. Мужчины тоже рассматриваются как какие-то неполноценные, которые ничего не могут. Это тоже такая песня «Ходят среди народа». Ну и к женщинам тоже такое отношение. Мне кажется, его сейчас стало меньше. Но мне кажется, это исторически. Почему-то считалось, что женщина виновата, что она рожает. Женщина виновата, что она не рожает. Она ничего не делала. Да, прикольно. Бесплоден мужчина, но виновата женщина. Да, но так было в истории всё время. То есть если женщина, например, не рожала, можно было развестись, потому что, ну а зачем она тогда нужна? А если следующая не рожает? И следующая всё равно не доходила до людей, да? Что, как бы, дело-то, наверное, не в пяти женщинах, не в пяти женах, с которыми ты развёлся, потому что они не рожают, а в тебе, нет? Ну, это вы сейчас очень-очень такую эмансипированную позицию заявляете. Конечно, но в принципе считается, что самая главная задача для женщины – это рожать. Поэтому родить ребёнка. Поэтому вот сейчас идёт форматирование именно этого представления. Сейчас идёт пропаганда, если хотите, того, что можно просто строить себе карьеру, что можно заниматься образованием, что можно найти что-то, какое-то другое счастье в жизни. И отсюда вот это вот движение Child Free, отсюда женщины, которые говорят, что они будут заводить семью. Вот, но я бы сказала, что в нашей стране всё равно мы ещё придерживаемся такой консервативной позиции, что женщина, в общем-то, создана для того, чтобы была семья, женщина создана для того, чтобы был ребёнок, и в этом основное счастье. Поэтому если какая-то есть женщина, которая очень продвинутая во власти или где-то, у неё всё хорошо, но нет семьи, то, в общем, на неё смотрят с сожалением, говорят, что ну вот да, конечно, но жизнь-то не удалась. Да, несмотря на то, что она может чувствовать себя прекрасной и счастливой. Да, да. Забавно. Ну вот сейчас эта тенденция меняется, и отчасти то, что женщины-одиночки чувствуют, что они могут справиться, но это вот влияние вот этого, ну, как сказать, это тенденции, что женщина, в общем-то, способна справиться со своей жизнью, способна практически почти на всё, в социальном плане, по крайней мере, что способен мужчина. И зарабатывать, и воспитывать, и быть продвинутой, и работать на компьютере, и позвонить кому надо, всё это может она сделать. Последний вопрос у меня есть ещё под конец эфира. В последнее время есть такая тенденция замечательная. Вот о понятии воскресный папа, мне кажется, знают все, да, то есть когда папа не отказывается от своих обязательств по отношению к ребёнку, но при этом с мамой они разводятся, и, соответственно, папа на выходные забирает ребёнка, или просто вот появляется несколько раз там в месяц, вводит его в кино и на карусельке. И, в принципе, отца никто не осуждает. И суд там в 90-е, я не знаю, восьми, конечно, на обум сказал, но на самом деле в большинстве случаев оставляет ребёнка с мамой. А сейчас тенденция такая интересная появилась, что когда мужчина говорит, всё, мы разводимся, женщина такая говорит, иди детей с собой забирай. И, собственно, бывают такие ситуации тоже забавные, когда мужчина, ну, например, да, представим семью, у него бизнес, у него дом, у него всё, и они хотят развестись с женой, а получается, что напополам всё это должно разделиться. И вот он говорит, я отберу у тебя детей, собирает справки о том, что я такой-сякой, у меня бизнес, у меня дом, со мной детям будет лучше, и ставит ей невыгодные условия, что либо дети остаются с тобой, ну, ты там получаешь маленький домик, а всё остальное мне, либо я забираю детей. Она говорит, забирай, и весь бизнес мне. Ещё один момент интересный, да, что к таким мамам, к воскресным мамам, мы почему-то относимся с пренебрежением и говорим о том, что как так, ты бросила своих детей. А воскресным папам так поступать можно. Почему? Двойные стандарты? Ну, вот общественное мнение, да, про женой чести, наш кумир. Да, пока ещё гораздо лучше относится к приемлемому, как приемлемому, к воскресному папе и не очень приемлемому воскресной маме. Хотя вот статистика, у нас сейчас в евразиатском семинаре будет курс по разводу и повторному браку, и там вот интересная информация, что статистика показывает, что воскресные мамы гораздо лучше воспитывают своих детей, чем воскресные папы, потому что они как-то по-другому видят свою роль. Папы больше играют роль Питера Пэна, который забирает детей в чудесную страну детства, а мамы тогда становятся таким плохим полицейским, который берёт на себя воспитание. А воскресные мамы остаются в хороших отношениях с своими детьми, поддерживают с ними связь на неделе, и они как бы больше участвуют даже в том, как дети в школе учатся. То есть я считаю, что эта ситуация ненормальная в любом случае, ни воскресный папа, ни воскресная мама не могут заменить полноценные отношения в семье, но вместе с тем вот такие формы, которые мы сегодня наблюдаем, это, ну, кто-то считает, что это эволюция семейных отношений, ну, или деградация одной из двух. Да, узнаем, лет через 50, не знаю, посмотрим. У нас есть ещё два сообщения, очень быстренько их зачитаю, пишет нам Оля. Иногда из отношений уходят женщины, живя долго с мужчиной, и, решив родить ребёнка, начав строить совместное житьё-бытьё, женщина скучает. Она смотрит по сторонам, ну, заскучала в отношениях, и решает погулять. Есть мужчины, которые долго терпят загулы таких жён, но в какой-то момент они понимают, что им нужна верная жена. А иногда загульная жена уходит из брака, забрав детей. То есть бывают дети без отцов по вине матерей. Ну, и такое случается. И Никита пишет. Ой, Никита. Эля, женщины недовольны мужчинами и их заработком. 51% разводов по материальным причинам. Неумение быть довольны тем, что есть, приводит женщину к решению, что надо выгнать мужчину, и, может быть, следующий будет нормальный. Если женщина любит, никуда муж от неё не денется. Гордыня и себялюбие женщин рушит институт семьи. Никто же в детстве не учит, что семья – это не сказка, а работа. Вот все ищут несбыточного. Ну, это в равной степени относится к мужчинам, что гордыня и себялюбие мужчин тоже оставляют очень-очень многих женщин в таком уязвимом положении, с ребёнком, без места, где они могут жить, без финансового обеспечения. Поэтому можем обобщить наш и подвести итог нашего, что, в принципе, гордыня, о которой Никита говорит, и себялюбие – это вообще корень того, что люди расстаются. Потому что не хотят люди жертвовать и вкладываться в семью. Хотят остаться на своём мнении. Хотят остаться правыми. Хотя многие ситуации, в общем, решабельные вполне. И что, если мы смотрим дальше, если смотрим на благо детей, то, безусловно, полная семья является наилучшим вариантом, в который они могут вырасти. Поэтому нужно стараться максимально всё-таки приблизиться туда, ну и сохранять её в тех здоровых отношениях, в которых она может быть. Друзья, наш эфир подошёл к концу. С вами была передача «Формула семьи». Очень надеемся, что мы были вам полезными. Любите друг друга, не ругайтесь, миритесь, создавайте полные семьи и будьте счастливы и вы, и ваши дети. Всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok